Дмитрий Ильич, еще раз здравствуйте и еще раз огромное спасибо за участие в нашей программе. Спасибо. Дмитрий Ильич, вот в субботу я был на дне рождения и разговаривал со своим американским родственником, он родился здесь, и он меня спросил, русские граждане, русские люди поддерживают войну в Украине и Путина поддерживают из страха или это осознанно и искренне? Я, не задумываясь, ему ответил, что процентов 70-80, а может и больше, поддерживают это осознанно и искренне, я в этом даже не сомневаюсь. Вот спустя год, когда можно делать уже выводы, как вы думаете по этому поводу, что вы думаете по этому поводу? Часть российского общества, безусловно, поддерживает Путина из страха, потому что такие законы приняты против тех, кто не будет поддерживать, что просто страшно загреметь в тюрьму, да на 15 лет еще вдобавок. Часть поддерживает, знаете, есть такая категория, блаженные идиоты. Вот просто царь у нас есть, вот царь всегда прав, поддерживаем царя. Царь никогда не ошибается. Третья категория, убежденные путинисты, их очень много. Это люди с имперским мышлением, с имперским сознанием, у которых укоренились эти нарративы. Они действительно считают, что это богоизбранная нация, что Россия — великая страна, что против России всегда объединяются все темные и черные силы, чтобы Россию свести на ноль под корень. Но Россия с нами Бог, с нами Богородица. Мы русские, мы всех победим, потому что мы русские. А вы пиндосы, а мы русские. Вот поэтому у нас особая миссия, у нас скрепы, у нас русский мир, у нас духовность наша, с нами наши классики, с нами наша церковь, с нами наши традиции, отцы с нами и деды, которые воевали. И мы вам покажем, если что, и повторим, и хуже еще сделаем. Вы там не думаете? Да, мы живем плохо, но это из-за вас мы живем плохо. А так бы мы жили хорошо. Это вы живете хорошо, потому что мы живем плохо. Ну, тоже, с одной стороны, идиоты, конечно, конченые кретины. Но, с другой стороны, у них этот гвоздь вбит в их поганые головы, и этот гвоздь не вытащишь ничем, ни плоскогубцами, ни пинцетом, ни руками. Его можно только глубже забить в эти головы, по самую шляпку. Дмитрий Ильич, вы, наверное, обратили на мой сегодняшний вид. Это вид говорящий. К сожалению, со мной нет украинского флага, но я вот так попытался показать свое отношение к Украине. Нам сейчас дадут, наверное, есть у нас. Да, есть. Да, 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 есть у нас, вот показываю, здесь в студии. Мы абсолютно поддерживаем Украину в том, как она защищает свою независимость. Когда случился год, и многие интернет-порталы вставляли такую, знаете, картинку, да, 24-2-22, 24-2-23. Честно скажу, мне это не очень нравилось, потому что обычно такое пишут на могильных плитах. Но когда мы говорим о Украине, мы говорим о жизни, о будущем. Вот за этот год, и задам вам философский вопрос. Что такое человеческая жизнь? Человеческая жизнь – это миг между появлением на свет, рождением, и смерти. И за последний год мы увидели, что она очень часто ничего не стоит, вообще ничего. И миллионы украинцев засыпали, не зная, проснутся ли они утром. И по-прежнему засыпают, не зная ли они проснутся. Я о себе говорю тоже. Я не знаю, проснусь я утром или нет. Обесценилось всё, жизнь я имею в виду. Но знаете, что не обесценилось? Любовь к своей родине в непафосном понимании этого слова. К родине. Мы же каждый по-своему понимаем, что такое родина. Любовь к своему родному, честность, патриотизм. Не квасной этот русский патриотизм, от которого воротит. А патриотизм тихий, непафосный опять-таки, негромкий, который глубоко в душе, который заставляет бороться, заставляет ненавидеть, заставляет любить. Вот, пожалуй, я ответил на ваш вопрос. Дмитрий Ильич, вы знаете, в течение этого года у меня было очень много настоящих разочарований. Разочарования были, естественно, связаны с моими кумирами. То есть, кумирами в том смысле, что мне нравились эти исполнители, мне нравились эти актеры, мне нравились, будем так говорить, эти писатели, я их читал. Писатели в меньшей степени. Например, «Дикое разочарование» в Константине Хабенском. Вы в свое время брали очень много интереснейших интервью у знаменитых людей. Вот два-три человека, которые вас не просто разочаровали, а это действительно такое, знаете, мощное разочарование в них, или наоборот, есть люди, которые вас искренне удивили. То есть, вы как бы не рассчитывали на них, но они показали себя с лучшей стороны. Есть ли такие? Мой покойный друг, умерший в этом году, в прошлом году, Вахтан Константинович Кикабидзе. Когда русские пришли в Грузию, на его родину, и украли варварские, убив людей, украли часть грузинской территории, он пел песню, где были такие слова, адресованные к его коллегам, такие слова «Вы меня не предали, разочаровали». Он был таким достойным человеком, Вахтан Константинович, воплощение достоинства, вот во всём, в походке, в глазах, в выражении лица. Ну вот, знаете, в чём его ещё достоинство заключалось? Я сейчас обижу ряд грузинских артистов, но мне глубоко чихать на то, что на меня кто-то обидится. Вот 2008 год, Вахтан Константинович, у него юбилей, 70 лет. Впереди концерт в Кремле, его же так в России любят. Ему уже орден, значит, дали, не вручили, а дали, орден дружбы. Ну, герой, слушайте, мимино, легенда, ну, легенда, мои годы, мои богатства. Я с ним, знаете, как мы разговаривали, я говорю, как там у вас эта песня? По аэродрому, по аэродрому. Ой. И вот он в разгар нападения России на Грузию, он говорит, ноги моей больше там не будет, орден не приму, концерт отменяю, никогда больше туда не поеду. И он, как настоящий мужик, он сдержал свое слово, он никогда больше не поехал в Россию. Он не взял от них ордена, он не взял от них ничего. Ему тяжело было, потому что его основные заработки были в России. Приезжал в любой российский город, люди с радостью шли на Бобу, ну, что вы. Он потерял рынок, но он мне сказал, я сохранил душу. Потерял рынок, но сохранил душу. Больше никто из грузинских деятелей культуры так не поступил. Никто. Ну, никто. Они продолжали ездить в Россию и продолжают до сих пор. Они поют перед русскими, которые украли у них часть родины. Нормально. Я ему говорю, слушайте, ну, почему так? Мы сидим, столько с ним провели времени, боже, столько. Я говорю, Вахтанка, ну, что они так? Он говорит, а, не трогай их. Ну, не трогай их, но они артисты, им надо семьи кормить. Я говорю, ну, вы же тоже артисты, вам тоже надо. Это я, они, это они. Вот так как-то. Он великодушный был такой. Он великодушный был, он замечательный был. Поэтому я знаю природу актёрскую, если мы говорим сейчас об актёрах. Сейчас опять обижу кого-то. Но многие актёры — это проститутки. Обижайтесь на меня, обижайтесь. Говорю то, что думаю. Многие мужчины-актеры — это на самом деле женщины. Не в том плане, что они геи, а женщины. Борьба за роли, ревность к успеху жены. Я это всё видел. Я ж эту среду очень хорошо знаю, как свои пять пальцев. И не случайно адмирал Колчак, вступая в город, всегда говорил, не трогайте проституток, артистов и кучеров. Они служат всем режимом. Поэтому, когда я смотрю на таких людей, как, боже, думаю, Машков, ё-моё, что тебе? Ты такой пацан героический в плане кино. Ты такие роли сыграл. Ты Гоцмана сыграл в ликвидации, в Одессе. Я присутствовал, когда он там как раз снимался в ликвидации. Ты ж такой вообще красавец. Ты деньги имеешь. Что тебе? Куда ты влез? Зачем тебе это? Но нет, убеждённый, глаза горят. Глаза горят. Боже, что потом будет с его щеками? Они будут гореть от стыда. Он же изгой навсегда. Вот эти все люди, которые поддержали Путина, поддержали войну с Украиной, это навсегда изгой. Они потеряли не только себя. Они потеряли своё будущее, своё прошлое. Как сказал мне Шендерович когда-то, испортили себе некрологи. Испортили некрологи, потому что очень важно, не испортить себе некролог. Вот Буба не испортил некролог себе. Вот он красиво жил, красиво ушёл. А они проститутки. Проститутки. Они сюда ездили. Я уже не говорю о том, что они тут прекрасно зарабатывали, вывозили отсюда многие миллионы долларов в год. Бывало. Их так любила Украина, их так любил зритель. Они играли украинские роли украинцев в кино. Они признавались в вечной любви Украине со сцены. Они носили звание народных артистов Украины. Киркоров, например, народный артист Украины. Басков. Они пели украинские песни. Они говорили, как они Украину любят. Слова-слова. Подонки просто. Подонки. И как на их фоне смотрится Максим Галкин, как смотрится Алла Пугачёва, как смотрится Макаревич и Гребенщиков, там Смоленинов и Белый, Хаматова и Ахиджакова. Ну, они стоят на постаментах просто, эти люди. Маленькая Ахиджакова, она гигант. Она гигант. Она стоит на таком постаменте и возвышается над всеми этими хабенскими, шмабенскими. над этими Мироновыми, смешными. Они оказались смешными. Они оказались... Боже, такая Шушера. Этот Левс. Расторгуев, Газманов. Слушайте, это Чечерина и Ахлобыстин. Им вообще надо пожениться. Это два наркоманских у***ча, которым надо просто пожениться. Они очень похожи друг на друга. И они будут кричать «Гой» с утра до вечера. Вот кошмар, уроды. Это просто зверинец. Культура, которая должна... Ну, призвание культуры, она должна делать людей чище. Она должна звать к добру, к справедливости. Вдруг оказалось, эти писатели... Прилепин. Прилепин. Прилепин за храм. Прилепин, извините. Прилепин. Что это за быдло такое? Это же не культура, это быдло. Настоящее быдло. Этот Газманов. Это все... Это такой кошмар. Смотришь на это и думаешь... Деграданты. Деграданты. Позор им. Проклятие им. За слезы наших людей. За слезы украинцев. Проклятие им вечное. Мы их ненавидим. Я их ненавижу. Я за себя скажу. Я их ненавижу. Я считаю, что их история проклянет еще. Хотел бы напомнить нашим радиослушателям, что в последний путь Вахтанг Константинович Кикабидзе уходил покрытым украинским и грузинским флагом. Это важное уточнение, чтобы понимать отношения великого грузина к украинскому народу. Мне очень горько, что я не смог приехать проститься с Вахтангом Константиновичем. Мы с ним последний раз виделись незадолго до начала войны. Он приехал больной. Он 10 лет на диализе. Он приехал к Зеленскому просить его за Саакашвили. Он еле дышал уже. Он приехал просить за Саакашвили. И после визита к президенту Зеленскому мы приехали с женой к нему в номер. Мы сидели и водки выпили. И так трогательно все было и хорошо, как всегда. Но он уже такой еле-еле дышал. И когда началась война, мы с ним записали интервью тоже. А потом мне Сосоеву, директор, прислал фотографию. Буба сидит перед телевизором, я выступаю, смотрит мое выступление. Вы знаете, у меня не получилось по двум причинам. Первая причина – война. Я никуда не выезжал из Украины все это время, ни разу, нигде не был. А вторая причина – нас с женой депортировали грузинские власти из Тбилиси, когда мы хотели в тюрьму прийти к Михаилу Саакашвили. Это настолько было. Без объяснения причин, без всего, пряча глаза вот так, замдиректора аэропорта сказал, простите, пожалуйста, но мы не можем вас пропустить на территорию Грузии. Ну, такое.